В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. До Нового года осталось всего 17 дней. В муниципалитете подготовка к главному зимнему празднику идет полным ходом. В Центральном парке очень нравится. В этом году появились новые скульптуры в виде снеговиков. Поздравляем с победой! Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» стали лучшими сразу на двух престижных турнирах. Это было сложно, потому что они были единственные представители от Москвы и Московской области. Традиционная елка главы Ленинского городского округа пройдет в заочном формате. Ну что, друзья! Не устали еще! Подготовка к главным зимним праздникам в Видном идет полным ходом. Световые конструкции, гирлянды, елки и другие элементы, понравившиеся жителям в прошлом году, снова установлены и смонтированы на улицах города. Но к ним добавились и новые украшения. Подробности в нашем следующем сюжете. Новогодний декор города почти готов. Нарядные улицы уже встречают жителей яркими огнями гирлянд и световых инсталляций. Видное в преддверии праздника всегда преображается по-особенному. И люди не перестают восхищаться этим сказочным великолепием. Мне очень нравится, очень красиво. И по-новогоднему такая атмосфера сказки в город приходит. Елка красивая, только рано поставили. А почему? Ну, потому что рано. В ноябре надо было только в декабре сказать, а в ноябре поставили. Елочка мне очень нравится на площади, где живая елочка. Зеленую елочку поставили и украсили. Очень красиво. В этом году появилось много новых элементов. Колонны двух административных зданий, расположенных на Советской площади, засверкали огнями многочисленных гирлянд. На фасаде Дома культуры появилась проекция с изображением. Как отметила заместитель начальника МБУ Дорсервис Раиса Мартынова, концепция праздничного оформления была разработана и утверждена еще в августе. В поселениях появились тоже дополнительные украшения в Молоково, в Развилке, Булатниково. Всего в муниципалитете сотрудниками Дорсервиса установлено 35 новогодних елей. А над главной лесной красавицей у кинотеатра «Искра», подобно звездному небу, возвысился световой шатер. Его диаметр составляет 35 метров. Мерцание огней и советский проезд. Улица пешеходная, поэтому иллюминация расположена прямо над дорожкой. Линский городской округ практически на 99% на сегодня, 9 десятых, готов по оформлению праздничного 2021 года. Также украшения появились в городских парках и скверах. Анастасия очень любит гулять с детьми в Центральном парке отдыха. В этом году особенно их порадовали фигуры снеговиков. В Центральном парке очень нравится. В этом году появились новые скульптуры в виде снеговиков. Детям нравятся вот там сани, играют на них, и горка нравится. Если бы еще за ней лучше ухаживали, лучше заливали, было вообще идеально. Елки, да, и на Центральной площади около курса. Все очень красиво и поднимает настроение новогоднее. Арт-объекты в виде чисел 2021 и другие многочисленные инсталляции уже стали фотозонами для жителей и гостей города. В ближайшее время добавятся еще несколько элементов. У кинотеатра «Искра» установят фонтан и карету с лошадьми. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Воспитанники Видновского танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» только за половину декабря стали финалистами сразу двух престижных турниров в Ялте и Краснодаре. О победах, которые удалось содержать ребятам, узнаем у Екатерины Борисовой. Начало зимы выдалось для танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» очень продуктивным. 5 и 6 декабря ребята приняли участие в открытых республиканских соревнованиях по танцевальному спорту «Крымская жемчужина-2020». Дима и Соня стали финалистами в латиноамериканской программе, а Давид с Евой у нас в европейской программе стали победителями. Не помню сейчас там сколько, пару у вас было. Но выиграли тоже, это было сложно, потому что они были единственные представители от Москвы и Московской области. В Ялте ребята выступали уже не в первый раз. Чемпионату предшествовали сборы. Также там были топовые педагоги мира, с которыми я был рад позаниматься и получил огромнейший опыт. Когда попадаешь в такую атмосферу, понимаешь, сколько нужно делать, чтобы добиться высоких результатов, которые ты сам себе и ставишь. Когда ты видишь, как люди пашут в зале, ты понимаешь, что да, надо делать еще вдвое больше, чтобы быть лучше них. Давид и Гишан вместе с партнершей Евой Кольфель смогли обойти 15 лучших танцевальных пар со всей страны и стать победителями в европейской программе. Для Дмитрия Парамонова, ставшего финалистом соревнований в Ялте, это уже третий турнир после переезда из родного Томска. Дмитрий к нам переехал из далекого города Томск. Он там жил, танцевал. И мы его, так скажем, перевезли сюда к партнерши. У нас хорошая, достаточно высокий уровень партнерша Софья Михина. И мы искали ей партнера хорошего, опять же, подстать по уровню и возрасту. Не так просто это найти. Тяжело, конечно, было переезжать. Без родителей в 16 лет все-таки возраст. Не жалеешь? Нет, нет, не жалею ни капли. Попал в очень удачный коллектив, где дружные ребята. Мне очень нравится со всеми тут общаться, всегда поддержат. И что можно в трудную минуту обратиться к ним. Сразу после «Жемчужины Крыма» звездный вальс отправился в Краснодар на турнир «Звезды Кубани». И тут отличные результаты показали Максим Кучин и Анна Громова. Там, конечно, было достаточно сложно, потому что это открытые группы в основном. И там танцоры международного класса соревнуются. Там около 30 пар. Ребята танцевали несколько туров, дошли до финала. В финале они стали... Чуть-чуть не хватило до призового места, да, они стали четвертыми. Но в своей возрастной группе, в своем классе они первые. Так как мы выступали в открытом классе, там логично, что были соперники выше нас. И у нас был стимул их обойти. Результаты в европейской программе, ну, не очень меня порадовали. Но там были очень сильные пары, очень высокие, поэтому было сложно пробиться в, не знаю, полуфиналы и финалы. Чтобы поддерживать отличную форму, ребята тренируются практически ежедневно. Сейчас они уже начали готовиться к чемпионату Москвы, который пройдет 9 января. Звездный вальс рассчитывает подтвердить свое звание чемпиона в дисциплине фармейшн. И зная упорство и трудолюбие ребят, можно не сомневаться. У них обязательно все получится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Пример ответственности показали сотрудники Ленинского пожарно-спасательного гарнизона. К вопросу сдачи крови на антитела коронавируса они подошли серьезно, осознавая, что находиться в строю необходимо каждому спасателю. Особенно сейчас, в зимний период, когда ситуация с пожарами стоит очень остро. Тима продолжит Татьяна Бролова. Порядка 20 человек записались на сдачу крови на антитела коронавирусу. Но когда сотрудница в РКБ приехала для забора крови, желающих оказалось намного больше. Специфика условий нашей службы. Да, мы понимаем, что у нас одно спальное помещение, у нас одна комната приема пищи. В кабине боевого расчета вообще невозможно предусмотреть какой-то социальной дистанции. Поэтому, естественно, и тем более в преддверии праздников, нам важно понимать, может быть, у кого-то острая фаза, может быть, у кого-то надо отстранить от несения службы, чтобы нам сейчас не допустить каких-то провалов в личном составе. Пример подчиненным подают руководители. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин кровь на анализ дал одним из первых. Узнать с момента пандемии, не был ли я болен, может быть, уже болезнь протекала как-то бессимптомно и так далее, чтобы узнать, есть ли антитела в организме и понимать свое состояние на будущее. Заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы Олег Савченко уверен, каждый из его коллег должен быть ответственным в это непростое время. Наша работа связана с профилактикой пожаров, встречей с населениями. Естественно, мы с ними общаемся, доводим основные требования пожарной безопасности. И нам важно знать наше состояние здоровья, чтобы не распространять, естественно, в случае заражения у нас данную болезнь и в целом инфекцию среди населения. За время пандемии в Видновской пожарно-спасательной части было выявлено 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Но люди, работающие здесь, ответственно относятся не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Поэтому подобные мероприятия по сдаче крови здесь, вероятно, пройдут еще не раз. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации традиционная елка главы Ленинского городского округа пройдет в заочном формате. К сожалению, дети не смогут попасть на праздник, однако без подарков никто не останется. Обычно елка главы проходит во дворце спорта «Видное». На нее приглашают детей сотрудников предприятий и организаций муниципалитета, ребят, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. В зале всегда собираются около трех тысяч человек. Для ребят устраивают интерактивные конкурсы и мастер-классы, после чего начинается сказочное представление. На этот раз спектакль смогут посмотреть не только приглашенные, но и все зрители нашего телеканала. Запись представления прошла в минувшие выходные, а покажем мы в эфире главную елку муниципалитета 25 декабря. Ну что, друзья, не устали еще? Давайте всем вместе и дружно повторяем движение за нашими сказочными героями! На протяжении всего дня, от начала репетиции до финального показа, сотрудники телеканала «Видное ТВ» принимали активное участие в подготовке и техническом сопровождении мероприятия. Дедушка Мороз, тебе видно? Кого? Камеру видно? Да. Красный огонючий, как видно? Вижу. Вот туда и будешь говорить. Администрация Ленинского городского округа подготовила более 11 тысяч сладких подарков, в том числе для детей из малообеспеченных и многодетных семей. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!